Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей И сегодня мы начинаем прохождение игрушечки под названием Never Ending Nightmares Что означает непрекращающийся кошмар В эту игрушку мы с вами уже играли как-то раз, когда выходила небольшая демка Игрушка вообще была жесткая, скримерная, она просто обосраться, я вам реально говорю Многие просили Тимофея, я говорил, ну ты достал, ну поиграй, мне он же каждый день пишет И я говорю, ну окей, ладно, Тимофей, что ты орешь, давай сыграю, что ты, что ты Options, Screen Resolutions, 1920, у меня стоит, наверное, да? А, не, не стояло, прикинь, 1920, вот поворот Перезапустил запись, это мало ли, что-то с разрешением там херака и не то K-Bindings, так, Up, VSD, Space, Interact, Enter, Left, Shift, Sprint, Trash, 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 Trash Так, Sound Options, субтитлы, субтитлы включить, наушники включить О, звук стал пожестче, нормально Так, румбл какой-то, не знаю, а есть русский язык здесь? Понятно, нет русского языка, ладно Так-так-так, поехали, собственно, нас ожидают с вами немного серий, небольших таких, соответственно Минут где-то по 15, по 20, скорее всего, потому что игрушка не очень большая А делать по не очень большим игрушкам две серии, мне кажется, как-то не очень круто Плей! Ну, это я только что посмотрел, что вы хотите от меня Поехали! Чё ты? Чё ты плакаешь, крова... Не понял За что? Так, эту бабу мы с вами видели в демке в самом конце, по-моему Погнали, что ли Если я ничего не путаю, то здесь что-то как-то можно куда-то проходить Вот так вот, может быть, что-то можно взаимодействовать с чем-то Или мы дойдём с вами до первого взаимодействия и поймём, что там можно взаимодействовать Начнём с этим взаимодействовать Вау, выделяются, короче, места, где можно взаимодействовать с этими цветными... Цветными цветами, почему нет? Ну, отлично Я вам заранее предупредю... Предупредю вас хочу Что нежелательно пить во время этого прохождения чай, кофе, есть Потому что можно подавиться или облиться Это будет весьма херовенько Так, ты не можешь здесь у меня искупаться, там помыться? Не можешь? Ну, не можешь, так не можешь насрать Как классно он бегает Хорошо, в этой игрушке можно бегать Но я думаю, бегать здесь не особо придётся Потому что игрушечка спокойная На джойстике нельзя управлять, например О, можно, на джойстике пойду Я на джойстике поиграю тогда На джойстике-то удобнее в разы В такие игрушки играть Я так думаю, взаимодействует на Иксон какой-нибудь Точно Нет, не на Иксон, а на А Замечательно Ух ты! Первый скример, ребятки С почином, как говорится Можешь письма почитать? Нельзя, ну окей А это чё? Так, смотри, короче говоря Сын, вылитый отец Разница только в глазах Дочь, вылитый отец Разница только в повороте головы Мать, вылитая никто Просто мать, короче А как бегать-то? Ага, на эту кнопку бегать На все кнопки бегать, окей Понял Первый скример, упала картина В принципе, довольно-таки страшно Довольно-таки прикольно Я уже практически... Ну я думал, это то же самое помещение Но нет, представляешь Не то помещение Опять упадет картина Да ну брось Чё, давай посмотрим А какой-то такой непонятный мужик Который бухает Пивчанский вообще нормальный Стоит у колтумбы Видать, не первая бутылочка Пивчанского им выпита Потому что он уже не может Спокоен стоять на двух ногах И держится за всё, что можно Но при этом делает гордый вид Типа, да нет, я ещё сейчас Пять литров в сосу Мне ничего не будет Окей, а замочек-то можно открыть? Нельзя? И всё, что ли? Странно Ну окей Там есть какой-то сундучок с этим С замочком Но его почему-то открыть нельзя Теперь понятно С чем можно взаимодействовать Вот Вот эти вот прорисованные картинки Которые цветные с ними Можно взаимодействовать Это мне нравится Чё это такое? Так, это судя по всему Какие-то записи непонятные Возможно здесь можно Демона какого-то вызвать Или чё-то типа того Кто не знает, нет? Я не знаю Ну окей, погнали Он бегает страшнее Чем весь этот хор По-моему Поэтому я не буду вас пугать И не буду бегать Оно мне не надо Он реально страшно бегает Страшно, как-то ублюдочный Если честно Во, мы дошли с вами До конца здания Прикольно Насколько я помню Этот кошмар будет Постоянно возрождаться Постоянно будет происходить Одно и то же Постоянно он будет просыпаться Постоянно засыпать Опа, спокойненько Не-не-не, чувак Я к тебе не... Звук такой объёмный в наушниках, вообще отвратительно, короче говоря. Прикольно. Солдат какой-то, а кто у тебя солдат здесь? Это брат твой, дядя, кто? Дед? Чувак, может, ты мне объяснишь что-нибудь? В шкафу он прячется не хочет. Ну да ладно. Первая тень, смотрите, второй скример за игру, замечательно. Музыка такая, знаете, гнетущая. Я бы вообще был рад, если бы под какие-то страшные сцены начиналось изменяться какими-то непонятными звуками, потому что под эту музыку реально непонятные звуки будут самые тонкие. Сука, ну привет. Можно нажать? Нельзя. Ладно, нет, так нет. Фу, я уже сикнул маленько, совсем чуть-чуть. Сиканул прям полигонечку. Какой огромный дом у нас, ребятки, вы посмотрите. Такой огромный дом, такой огромный стол, здоровая курица, ножка, ножка, говорю, ножик, погнутая вилка, ну это какая-то... О чём вы говорите, ребятки? Да куда ты вышел? Дай на кровь-то посмотреть. Я думал, кровь можно нажать. И действительно можно нажать. Так, это чё такое-то? Макароны с кетчупом, что ли? А чё в этом страшного? Не, ну страшно то, что макароны с кетчупом решили провинуть через мясорубку. Это, конечно, как-то нестандартно. Но, возможно, шеф-повар просто у нас очень модный парень. Готовит свои блюда абсолютно иначе. Не так их все привыкли. Не понимаю, к чему здесь этот здоровый нож. Потому что нашу бабу изначально завалили ножом. А здесь всего лишь макароны с кетчупом. Ну да ладно. Возможно, она плохо приготовила. С неё плохая поварёшка, поэтому её и зарубили за это. Куда ты попёрся босиком в лес-то, товарищ? Ты вообще, по-моему, безголовый. Ты сейчас ножку себе порежешь, будешь тоже в крови ходить. Зато если он будет ходить в крови, я буду знать, где он ходил. Потому что у нас будут отпечатки кровавые на дорожке оставаться. Если здесь, конечно, нет какой-нибудь лесной уборщицы, которая всё это будет убирать. Ну конечно, а почему нет-то? Почему? Почему не сходить ночью босиком на кладбище? Это, по-моему, я всегда так делаю. Я вот реально выхожу из дома ночью и иду на кладбище. Потому что там повеселее как... Чего-чего? Какая-то женщина, по-моему, начала что-то петь или говорить. Ой, он с этой практически 3D играет, и, посмотри, он ходит вверх-вниз. Псевдо-3D такой. Отлично. Монка-вайт. Так, с любовью. 1878-й. 18-й. Баба в минус пожила, походу. Габи, нет! Ты до сих пор спишь? Ты обещал мне проснуться до завтрака. Чего? Ты в порядке? Ты выглядишь каким-то дурным. Ай, извиняюсь, я просто видел ужасный кошмар. Я... Ты там умерла? Ого! Это херово. Все нормально. Успокойся. Я всегда обещаю, не беспокойся о своей маленькой сестре. Ай, это было, когда мы были детьми. Это действительно правда? Да. Почему ты не попробовал проснуться? Я сжу снаружи. Так, короче говоря, нашему главному героицу приснился кошмар. Где его сестренка, короче, померла. В итоге он проснулся, а сестренка, короче, живая и говорит, что ты несешь-то? Ну, почему ты не попытался проснуться? Все же нормально. Я жду тебя снаружи. И, кстати говоря, музыка немного поменялась. Вы чувствуете? Чувствуете напор музыкальный? Музыка стала довольно гнетущей и отвратительной, если честно. Так. У кого-то проблем... Куда ты идешь? А, тут можно медленно нажимать, он будет медленно ходить. Что... Не, подожди. Что это такое здесь такое, что у нас? А, ну, правильно. У кого-то продантос. Как бы зубы надо чистить вовремя, за зубами надо следить. Понимаете, зубы это одно из главных человеческих достоинств. Не будет зубов, не сможешь есть мясо. Будешь есть сраную кашку и перетертые овощи на той же мясорубке, в которой перетерли макароны с кетчупом. За зубами, ребятки, зубами следите. Зубы должны в порядке быть до самой старости. С зубами проблемы никому не нужны. Представляешь, как больно лечить зубы? Ты же лечил зубы? Вспомни это, вспомни. Это отвратительно. Так, что-то у нас, по-моему, картины поменялись. Стало как-то страшно. Надо посмотреть, черепа какие-то с виноградом. Практически девочка с яблоками или с персиками, только череп с виноградом. Ты можешь его открыть? Нет, не может, ну окей. Не, вы действительно посмотрите на общий фон картин. Как бы до этого были вроде нормальные картины с мужиками, сейчас же, короче, отбивная какой-то профессор облака, виселица, череп. Что это такое вообще? О, опять наш дед. Дед с какой-то бабой, которую спрятали, видать, она либо страшная, либо невеста. Привет. И кто ты? Что с твоей губой? Вот так, ребятки, будете целоваться на морозе, потом улыбаться начнете, и губа тряхнет. Эта игра-то на самом деле не такая простая, как кажется. Она рассказывает вам о всех житейских бедах и невзгодах. О том, что нужно заботиться о своем здоровье. О том, что нужно за собой следить. Не надо целоваться на морозе. Не надо не чистить зубы по утрам. Я вот, представляете, перед тем, как сесть, я взял и почистил зубы, потому что зубы надо чистить. Зубы — это вещь полезная. Мне абсолютно не нравится ее взгляд. То, что руки у нее растут на плечах, мне тоже абсолютно не нравится. Спонем вниз. Так, подожди, а где бабехта? Она сказала, я жду тебя снаружи. Почему меня никто не ждет? Что за херня? Она меня обманула. Ой. Что такое случилось? Это новый кошмар, что ли, случился, или что? Не понял. А-а-а! Тьфу ты, вспомнил, вспомнил. Туда нельзя ходить без фонаря, по-моему. Да-да-да-да-да-да. Мы, по-моему, как раз-таки играли в демку как раз-таки на этом уровне, насколько я помню. Туда нельзя ходить без фонаря, потому что там кто-то есть. Надо сначала найти фонарь. Не исключено. Не исключено, поэтому пока мы туда не пойдем. Так, мы сюда заходили? А, нет, мы сюда заходили, там был мужик с черепом, который целовался на морозе. Понятно. Вот, сюда мы в темень пока не пойдем. Нам надо найти фонарь. Срочно нужно найти фонарь, который позволит нам туда спуститься, потому что в кромешной тьме... Тут везде тьма, куда я пойду-то? Есть ключ? Нет. А, вот. А, сюда вообще нужен топор. Да-да-да, топор как раз валяется там в темне. Вспомнил. Ладно, хорошо. То есть в демку мы, по-моему, с вами играли, получается, в полноценный уровень, наверное. Ну, это замечательно. Значит, мы этот уровень сейчас пройдем. Я прямо отвечу. Смотрите, не хватает буквы Р, потому что из кубиков сложено слово МЮРДЕР. Убийца. Убийца-солдатик. Это страшно. Солдатик присел посрать. Чувак, по-моему, размер унитаза немножко тебе не подходит. Тебе нужно немножко поменьше такой кружечный маленький унитазик. Тихо. Отвратительно страшные куклы, если честно. Все с пустыми глазами. На самом деле, глаза в куколах это самое отвратительное. Потому что есть настолько хорошо... Есть настолько хорошо прорисованные глаза у кукол, которые кажутся практически живыми. Которые прям смотрят на тебя. Тихо-тихо, чувак, не дури. Так, это я прошел насквозь, что ли, получается? Точно, точно. Ничего, значит, не потерял. Хорошо. Подожди, почему у них кругом одинаковые картины? Это же не очень классно. Картины должны быть разными. Может быть, это просто картинки на принтере распечатанные? И кругом эти куклы с пустыми глазами, которые абсолютно меня не радуют. Фу, ладно, ладно, ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ха-ха-ха-ха. Какие прикольные часы. Сделано. Палач отрубает, короче, голову. Почему не 12 раз? А, точнее, 10 должно бить. Почему там только один раз отрубило? А где фонарь-то? Это вообще, короче, плохо по теме не ходить. Вообще не алло. Возможно, здесь придется прятаться или как-то перебегать по ним очень быстро. Вы слышите оттуда звук? Кто-то бормочет, что-то нагнетает. Сейчас что-то будет по-любому. А-а-а-а-ха-ха-ха. Беги спокойно, натень. Я в домике, ничего не знаю, отстань от меня. Фу, 2D игра, представляешь? 2D игра, нарисована одним фломастером, я не знаю, одним карандашом. Она уже дико меня, короче, начинает напрягать. И тебя, и меня. По-любому мы с тобой вдвоем. Ты чувствуешь, как мы с тобой напряжены? Звук, просто звук делает половину из этой игры. Реально половину. Опять здесь черепа с виноградом, какой-то фельдмаршал, какая-то девка, какая-то ворона. О, чувак предлагает выпить, типа, давай, чувак, один, не другой тебе. По-моему, какие-то бокальчики не очень удобные, если их поставить на стол, они упадут. Ну и насрать на них. Пойдем сюда. Чувак копает землю руками. Чувак, для этого есть специальное приспособление под названием лопата. А еще, кстати, когда слышишь слово лопата, надо смеяться. Как в том старом добром анекдоте. Тут черепы, черепки на стенах нарисованы были, видал? Смотри быстрее. Классные такие обои, совершенно не для детской комнаты. Здесь жила какая-то швея с черепами. Тут же какая-то швея-убийца, которой нравятся человеческие кости. Для чего нужны эти картины? Вот немножечко я не понимаю смысла. Возможно, для того, чтобы понять какую-то историю, но я ее не понимаю. Проснись. Сейчас баба вон за той дверью сказала мне, проснись. Я сплю? Опа, спокойно, понял, не надо сюда ходить. А то опять убьют, я до сюда слишком долго буду идти. О, свечка! Точно, не сюда. Теперь я буду ходить со светом. Отлично, теперь мне ничего не страшно. У меня свечка из нескончаемого воска. Которая позволит мне пройти куда угодно. О! Мой бог! Почему? Форсакин ми, кто-то его завалил. Ты видишь сам себя, чувак? А почему ты на это не реагируешь никак? Бабу, по-моему, в начале в заставке зарезали в то же самое место. Странно. Почему у него нет никакой реакции абсолютно? Главное, когда он увид... А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А-а-а-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да перестань ты, тварь! Чего? А-а-а! Ты твари что? Мою мать, беги! Ва-а-а! Фу, её же убили, она живая Почему она за мной ходит с кровавым ртом-то? Чё всё потемнело-то, я не понял, куда свет-то делся? Хотя, возможно, его отключили в грозу Хер его знает Глава... Опять эта падла идёт Держись, чувак, держись, я с тобой Я с тобой, ты со мной, ничего не будет, нормально, всё О, свет Ладно, теперь уже не страшно Так, нам нужно в подвал Нам нужно попасть в подвал, чтобы сломать, короче, стену Которая забита досками А в подвале валяется топор, я это помню Сейчас мы возьмём в подвале топор и сломаем стену И там, по-моему, будет какая-то кат-сценка Если я ничего не путаю Я не должен, в принципе, этого путать, потому что я же проходил её Этот уровень Кто, кстати, не видел, вы можете её забить Также в поиске на канале Never Ending Night Mars И там будет написано демо, и там будет эта игрушка Она тогда у меня реально сильно понравилась Мы сказали, что мы будем очень долго её ждать Очень упорно Она в итоге, прикинь, взяла и вышла Это один из тех немногих инди-хорроров, которые реально выходят после демки Я такого редко замечаю, если честно Тут-то не будет никакого скримера, я надеюсь Ну да, здесь будет топор В смысле, а ты что, без свечки пойдёшь, что ли? Ой, беги-беги-беги Быстрее, беги-беги-беги О-о-о! Да ты делаешь что-то? Твою мать, чё происходит-то? У меня жёстик завибрировал Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууети на немног所有 Я вам предупреждал, что видео будут не очень длинные, но зато очень хорошие. Фу, я такого не помню вообще, чтобы он что-то из себя вену какую-то выдирал. Он вообще что беспредельщик какой. Фу, меня немножко коробится с этой игры, реально прямо. И нас ожидает еще, наверное, часа полтора этого геймплея ужасного. Давайте соберемся, короче, подготовимся нормально к следующей серии. И ссылка на блэз будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях, ребятушки. И всем пока.